Слайд показывает, собственно, логику построения процессов в нашей таблице элементов. Эта модель называется бизнес-модель процессов управления ТАИР и надежностью. Она у нас построена из 10 таких групп процессов. Не знаю, вам видно название этих слайдов, название этих блоков. Но, опять-таки, мы сегодня такое делаем вступление, поэтому я много чего проговариваю голосом, а какие-то детали мы надеемся, что вы будете участвовать в наших мероприятиях, в очных и в заочных. Соответственно, именно там мы раскрываем уже эту картинку более глубоко. Ну, собственно, да, логика ее такая достаточно интересная. Это 10 групп процессов, показывающие 10 основных областей управления ТАИР. Первая область – это справочники, данные. Это все, что касается описания объектов, создания системы справочной информации, создания типовых технологических карт ремонтов. Это все в этом блоке. То есть без этого, как мы выше сказали, система управления, она непонятно чем управляет. Поэтому у нас это отдельная группа процессов, описания объектов. Вторая группа – это эксплуатация. Именно с точки зрения состояния оборудования, учета дефектов, у нас возникают первые события именно на этапе эксплуатации. То есть здесь у нас описан не процесс производства, а именно процесс эксплуатации, технической эксплуатации оборудования. Третья группа процессов, которая в нашей таблице в третьем ряду стоит – это управление надежностью. Я думаю, что многие из вас уже слышали, а еще более, часть из вас еще и занимается этой темой уже достаточно давно. Это отдельное направление управления надежностью оборудования. У нас она стоит после эксплуатации, поскольку мы понимаем, что именно в процессе эксплуатации возникают дефекты, отказы. И, собственно, управление надежностью, оно должно идти с учетом эксплуатации. Следующая группа процессов и областей в нашей диаграмме элементов – это диагностика. Опять, наша концепция предполагает, что управление надежностью, без оценки состояния путем инструментальной или визуальной диагностики – это достаточно субъективный метод. Поэтому у нас диагностика идет после надежности. Ключевой процесс, ключевая группа элементов у нас – это планирование объемов работ по ТАИР. Это разные группы планирования – перспективные, годовые, месячные, недельные. То есть это процесс, описывающий планирование ресурсов, сроков для проведения работ по ремонту. Следующая группа элементов – это группа процессов, это управление работами. Опять-таки, здесь я очень кратко обычно говорю, но на семинарах, на очных семинарах мы вот эти два блока разжевываем очень детально. Планирование и управление работами. Планирование – это определение ресурсов, управление – это определение конкретных людей на конкретные задачи, на конкретном оборудовании, конкретную смену. Это более, как сказать, это выдача нарядов уже на работу. Следующая группа процессов и группа элементов у нас находится в области обеспечения промышленной безопасности. То есть вся существующая система нарядно-допускная, таблички, плакаты, они находятся в отдельной области для того, чтобы не забыть ими поуправлять. Соответственно, там же есть отдельные люди, отдельные роли, как мы выше говорили, которые занимаются именно этим процессом. Следующая группа – это выполнение работ. То есть все, что связано с непосредственной работой, обеспечением конкретными инструментами ТМЦ и закрытием работ, находится у нас в этом блоке. Следующий блок – это управление ТМЦ и закупками. Опять-таки, это не последний процесс, он просто находится в некой хронологии, в некой последовательности реализации процесса планирования. Но выделен в отдельную область, поскольку обеспечение ТМЦ – это, как правило, отдельные подразделения, отдельные люди и отдельные методологии определения запасов. Поэтому, опять-таки, с точки зрения удобства, восприятия и оценки у нас – это отдельное направление. Ну и последнее – это управление финансами, экономикой, бухгалтерией и сейчас еще добавляется налоговый учет. То есть это все, что принято называть учетными задачами. Это учет факта, это планирование экономики будущих периодов. У нас выделено в отдельный блок, опять-таки, не потому, что это, как сказать, отдельная задача, а потому, что это некое упрощение всей методологии оценки элементов. Продолжение следует...